короче забабахали печку для плавки алюминия вот она смотрите такая достаточно большая что большой объем алюминия можно было расплавить для наших секретных целей почти две недели она стояла сохла и сейчас у нас вот мы поставили горелку сейчас у нас ответственный момент вы будем ее прожигать прогревать и и давай я думаю будет давай открывай нажми и тут не крути процесс пошел я сейчас пока просто пламя дай обычный газовый баллон с редуктором обязательно нужен редуктор с обычным этим от плиты не будет работать сейчас идет туда температура самое главное вот это кирпичи у нас они должны закрывать и и надо другие кирпичи давай что-нибудь придумаем тут мы по месту сейчас колхотим это у нас кирпичи которые должны закрывать топку сейчас что-нибудь придумаем можно до можно ее подрегулировать еще пониже поставить надо сейчас ключик я принесу дело идет у нас к полноценной литейки поэтому сейчас будем настраивать процесс набрали сегодня ездили песка съездили на карьер очень хороший мелкий песочек прям меленький-меленький чистый без всяких вообще прям вот идеально то что надо и будем пробовать с этого песка уже формовать формы вырывается у нас оттуда языки пламени она еще все равно печка сырая она встала но ее надо как следует прогреть отлично может быть мы сейчас и попробуем сделать первую плавку если она у нас хорошо прогреется раскалится посмотрим потому что объем большой еще неизвестно будет ли она прогревать долго будет скорее всего да потому что пока печка нагреется возьмет температуру свою посмотрим попробуем процесс идет печка греется там хорошо нагревается плавить должно разогревать вот задняя стенка уже покраснела даже она там как бы по кругу завихряется немножко еще направление у нас неправильно выдержано сейчас прям по кругу идет то стенку будет прогревать отлично тут важно настроить процесс сделать все правильно отрепетировать чтобы знать как это работает ну и попробуем сейчас сделать пробную плавку такую не ответственную но очень интересно что то не а а ука сгорит нет не сгорит попробуем погреть тигель и накидаем сейчас туда алюминия когда он нагреется все покажем сейчас все будет а 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 . нагрелась немножко сейчас попробуем мне кажется мало мало надо чтоб еще сильнее разогрелась а а уже как кидай кидай смело бросай еще кидай разных кидай да еще еще кидай вот этих кусков больших много дай пофиг подожди подожди вот этих дай пару кусочков а а а а а маканада ему немножко времени все равно она погрелась а Я сейчас попробую. О! Привет! Черт! Да! Верни, говорят, покоя. Понятно? Ну да, я не знаю. Это грязь? Да. Ее зуб надо сейчас собрать. Не издевается не так. Да. Максименец я плавал. Так же. Так, пузико. Да там. Рощи, блядь. Да, да. Верни, вверх. Девушки отдыхают. Вверх. Максимум. Одна истинка, да? Да. Истинка, что-то? Третья, что-то не так. Да. Третья, что-то не так. Третья, что-то не так. Слушай, он покраснел мне, а не у медной пустынки. Ты просто знаешь, что эти алюминия? Да! От нас! Да, мы по-моему уже его перегрели немножко. Вся модель проливается. Это вроде я постарался. Ну всё уже, дальше мы не будем плавить. Оно сейчас остынет. Там видишь, она остывает. Отлично. Да, офигенно, всё. Но видишь, полностью всё равно как-то не особо хочет проливаться. Сколько грязи. Надо делать эту... Ну это неправильно всё равно мы сейчас сделали. Потому что видишь, во-первых, углы не проливаются. Потому что она остывает. Для того, чтобы оно всё пролилось, надо здесь сделать крышку и делать эти питатели. Я их не сделал, потому что у меня просто времени не было и не успел. Поэтому в следующий раз мы когда будем делать, я уже сделаю нормальные. Пока это можно сказать, что так себе неудачный первый пробный вариант. Печку проверили. Печку проверили, да. Всё, это вот самое главное. Первая пробная плавка у нас прошла. Конечно, это халявное. Естественно, так. На отлюбись, да. Залили. Естественно, оно не пролилось. В общем-то, всё как и должно быть. То есть, вот так в свободном состоянии. Ну, никогда не надо заливать алюминий. Потому что, ну, естественно, он не прольётся. То есть, здесь вот есть части ещё, которые не пролились. Обязательно должна быть крышка. Должны быть питатели. Ну, нормально. Самое главное, что печка греет. Тигель греется. До красна прям классно. Алюминий плавится. Плавится быстро. Это самое главное, что нам сегодня надо было доказать. Процесс работает. Теперь в следующий раз можно уже попробовать что-то более серьёзное. Отлить какой-нибудь корпус. Поршень. Не, ну, поршень это сильно круто. Ну, хоть. Хотя бы я хочу попробовать именно с песком. Ну, песчаной формы. Потому что я никогда в песок не лил. Не пробовал. Но мы уже набрали хорошего мелкого песка. У нас есть углекислота. То есть песок, жидкое стекло. Всё продувается. Форма становится плотная. Хорошо держит форму. И таким образом можно отливать корпуса лепестковых клапанов. А поотливать, ребята, именно по корпусам у нас есть чего. Посмотрите, вот это целая корзина. Это пластиковые формы. Мастер-модели для литья именно лепестковых клапанов. Вот этих вот корпусов для всего есть. Да, вот он, кстати, форма. Это для Юпитера по два карбюратора. Есть здесь, да, вот она готовая. Есть здесь такие же формы на планету на пятую лепестковый клапан. В общем, тут целая куча форм. Эти формы, ну, совершенно случайно я увидел на странице Артема Щегорцова, что он, ну, заканчиваю тему с литейкой. Как-то вот он как раз мне присылал вот эти корпуса, патрубки. Он закончил тему и на своей странице выложил пост, что, типа, вот есть оснастка готовая. Готов отдать просто так в хорошие руки. Кому надо, пишите. Ну, я что-то думаю, ну, уже как бы давно вроде висит. Думаю, дай напишу, спрошу, мало ли чего. Вот, и он мне ответил, говорит, забирай. Все, я тебе отправляю. И, в общем-то, вот они пришли. Поэтому сейчас мы будем пробовать. В общем-то, для этого мы и будем осваивать литье в землю. Попробуем отлить сами лепестковые уже эти корпуса для лепестковых клапанов. Он же сделал. Да, да, есть вот. Вот эти корпуса, вот они. Смотрите, для Юпитера вот такие корпуса мы сможем сделать сами здесь и показать вам, как все это происходит. Как бы никаких секретов в этой технологии нету. Но чуть-чуть посложнее, потому что, ну, а может быть и полегче. Потому что я лил стальные формы. Стальной кокель. В основном такая у меня была работа. С песком никогда не работал. Поэтому... Главное, что есть. Главное, что есть. И есть над чем поэкспериментировать. Все готовы. Да, да, да. Конечно, Артему огромная благодарность за то, что он доверил нам свое сокровище. Детище. Детище, да. И мы теперь можем продолжить. И, возможно, кому-то что-то пригодится и будет полезно. Все, ребята, на сегодня заканчиваем. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк, если вам тема интересная и вы хотите увидеть продолжение с литейкой. Все. До новых встреч в эфире. Пока. Пока.